Привет, это Марк Бартон, я рад, что ты смотришь это видео. Сегодня мы будем говорить с тобой о самых главных ошибках женщины в общении с мужчиной. Тема действительно интересна, потому что ты наверняка сталкивалась с разочарованием в отношениях с противоположным полом. Если не сталкивалась, слава богу, я надеюсь, что после этого видео и не столкнешься. Но если у тебя был такой опыт, у тебя наверняка возникают вопросы, а что я делала не так, почему мои отношения разрушились, почему я осталась у разбитого корыта. Прежде чем мы начнем говорить по нашей теме, я предлагаю тебе после того, как ты просмотришь этот выпуск, перейти по ссылке под этим видео и пройти регистрацию на бесплатный онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Ты получишь много полезного материала, благодаря которому станешь счастливой и наполненной женщиной. Итак, если я скажу тебе о том, что влюбленность, быстрая влюбленность в мужчину является одной из самых распространенных ошибок женщины. Наше с тобой тело состоит не только из рук, ног, головы, ушей и глаз, но у нас еще есть и гормональная система, и нервная система, и кровеносная система, и многие-многие другие системы, которые обеспечивают нам с тобой полноценное существование. Мы можем ходить, дышать, говорить, испытывать удовольствие от того, что мы делаем, видим, слышим и так далее. Конечно же, встретив мужчину, твоя гормональная система начинает работать на пике возможностей. Такие гормоны, как дофамин, серотонин, окситоцин, они просто зашкаливают, эндорфины атакуют твое сознание. Эти гормоны имеют свойство влиять на мозг человека, как морфиноподобные соединения, опиаты, то есть как самые настоящие наркотики. И вот представь себе, ты жила достаточно неинтересной жизнью, достаточно скудной жизнью, она состояла из каких-то привычных для тебя вещей и дел. То есть это работа, это редкие встречи с друзьями, это редкий отдых, но все чаще ты посвящаешь свое время не собственному саморазвитию и наполнению своей жизни какой-то яркостью, сочностью, а ты живешь как все, тебе неинтересно. И для того, чтобы чувствовать себя счастливой, тебе обязательно нужен партнер. Это говорит о том, что твоя гормональная система в обычной жизни находится в таком состоянии полудрема, то есть она не работает на полную катушку. И тут появляется тот самый мужчина, который в принципе только лишь своим одним присутствием рядом с тобой запускает твою гормональную систему и доводит ее рабочее состояние до пиковых показателей. То есть прикосновения, поцелуи, объятия, сексуальная близость, это все тебя начинает сводить с ума. Безусловно, мозг имеет свойство запоминать источники радости, счастья, удовольствия. И, конечно же, и ты запомнила, кто стал источником твоего удовольствия. Это твой мужчина. Ты наверняка слышала о том, что состояние влюбленного человека можно сравнить с состоянием человека, у которого легкое психическое расстройство. Да, действительно, это так. Так, причина очень проста. Гормоны настолько затмевают здравый смысл и рассудок, что ты не можешь отличить, кто перед тобой находится. Перед тобой человек, который доставляет тебе удовольствие, поставщик счастья. Проходит время, ты там уже немножечко позже узнаешь, что это за человек. Но пока еще сексуальная энергия, она все-таки преобладает, ты начинаешь наделять своего мужчину невероятным потенциалом. Ты видишь в нем успешного бизнесмена, успешного сотрудника какой-то госкорпорации. То есть ты считаешь, что перед тобой мужчина с невероятным потенциалом, он добьется успеха в жизни. Ты наделяешь этого мужчину качествами. Почему? Потому что тебе сейчас на данную минуту времени с ним хорошо. И ты начинаешь наделять его теми качествами, которых у него, возможно, никогда не было и нет. А почему ты их увидела в мужчине именно сейчас в состоянии влюбленности? Потому что и он тоже, не забывай, находится в этом гормональном опьянении. Он стал лучшей версией себя на период влюбленности. Он приподнялся на носочки в твоих глазах. И ты увидела в нем и чувственность, и нежность, и надежность, и мужественность. И то, что он человек слова. И за ним, как за каменной стеной. И, возможно, ты уже и подругам своим уши прожужжала. Маша, я такого мужчину в жизни не встречала. Света, да если бы ты знал, у нас столько общего. Галя, да это самый нежный мужчина на свете. Он такой романтичный, он такой нежный, такой ласковый, такой заботливый. То есть ты можешь, в принципе, саму себя утешать этими мыслями, рассказывать другим, утверждаться в этом состоянии. Но пройдет время, сексуальная энергия сойдет. И ты, безусловно, столкнешься с очень простой для себя вещью. Ты обнаружишь, что разница между тем мужчиной, с которым ты начинала отношения, и тем, кто перед тобой находится сейчас, явно выражена. Возникнет масса вопросов. Почему так произошло? Как так вышло? Я строила отношения с одним человеком, сейчас с другой. Объяснение очень простое. Сексуальная энергия, гормональная система вернулись на свое прежнее состояние. И ты увидела перед собой не сексуальный объект, а личность, с которой теперь нужно строить отношения. Но личность не готова строить отношения. Личность все устраивает. Мужчина, в принципе, доволен тем, что есть на сегодняшний день. Не устраивает тебя. Ты делаешь все возможное, чтобы мужчина сдвинулся с места, стал таким же, каким он был раньше. Ты, возможно, даже любишь его заочно, думая, что там когда-то потом, когда он станет суперкрутым, он обязательно вернет тебе все сполна. Но, к сожалению, это не так. Быстрая влюбленность, она, как правило, ломает жизнь людям. И мой тебе совет, встречаясь с мужчиной, не спеши делать выводы и принимать решения. Это тот самый, которого я ждала. Сейчас мы поговорим о следующей ошибке. Итак, следующая ошибка – это затянутость отношений. То есть ты затягиваешь отношения, в которых чувствуешь себя несчастливой. Ты быстро влюбилась, но когда влюбленность рассеялась, ты увидела, что отношения ни к чему не ведут. В них нет никакой определенности. Они не планируют развиваться. Мужчина не спешит брать тебя замуж. Мужчина не хочет брать ответственность в отношениях за тебя. Ты любой ценой пытаешься показать мужчине, что ты та самая, в ком он не ошибся. То есть ты выбрал себе замечательную женщину. Со мной можно строить отношения. Давай, пожалуйста, сделаем все возможное, чтобы у нас получился прекрасный союз. Я стала твоей женой. У нас появятся дети. Мужчина начинает тебе рассказывать, что он там не готов, денег нет, еще чего-то. И эти отношения затягиваются на полгода, на год, на два, на три, на пять лет. То есть отношения ни к чему не ведут, а ты продолжаешь в них находиться. Это еще одна ошибка. Ты должна понимать, что если мужчина в течение года не пришел к какому-то умозаключению, не дал тебе направление и не сказал, куда нужно двигаться дальше вместе с ним. Стоит задуматься, а нужен ли тебе такой мужчина, который сам не знает, куда ему идти и зачем ему идти. Третья ошибка женщин в общении с мужчинами, так это то, что вы не пользуетесь правом выбора. Удивительным образом вы можете обратить свое внимание на то, как в мире животных происходит выбор самца. Представь себе львицу, которая лежит на лужайке, светит солнышко, дует теплый ветерок. Она, прищурив глазки, наслаждается своим положением. Каким положением? Положением королевы. Вокруг нее ходят желающие сблизиться с ней львы. Их может быть два, три, пять, десять, а может быть и двадцать. Они не просто ходят, они пытаются к ней каким-то образом подойти и сблизиться. Но прежде чем это сделать, им нужно что? Им нужно договориться между собой. То есть этим бравым парням с гривой нужно расставить все точки над «и». Кто будет с этой самочкой? И я, или ты? Львы начинают сражаться между собой. И даже несмотря на то, что один из них одерживает победу и выигрывает, львица не подбегает к нему с распростертыми объятиями и не подставляет ему свой хвостик для того, чтобы он ее оплодотворил. Она и с ним может поогрызаться. Она и с ним может себя вести недоступно. Для чего? Для того, чтобы он добился ее расположения, обходил ее, принюхивался, где-то даже, возможно, нервничал. Чем отличается выбор женщины? Ничем. По какой причине вы видите мужчину и начинаете пропускать его через какой-то внутренний сканер? Вот есть перед вами мужчина. Большинство женщин дают ему оценку как своему сексуальному партнеру. Я готова с ним лечь в постель или не готова? И только после того, как происходит какое-то внутреннее согласие, то есть там галочка появляется, ну да, в принципе, ничего, вы начинаете общаться с этим мужчиной. Ладно, начали общаться. Зачем после этого общения вы пытаетесь увидеть в нем уже и отца своих детей, и дедушку своих внуков? То есть вы с ним сидите в кафе, еще просто ужинаете, там едите чизкейк, пьете капучино, но мысленно вы уже ботинки старшему сыну на 1 сентября купили. Синенькие, с блестящей застежкой с правой стороны. Прекрасно? Прекрасно. Позвольте себе пообщаться с мужчиной, пусть это общение выглядит очень просто и ненавязчиво. Познакомились с Иваном, общайтесь с Иваном. Познакомились с Олегом, общайтесь с Олегом. Познакомились со Стасом, пообщайтесь со Стасом. Позвольте себе пользоваться этим правом выбора. Куда вы спешите? Неужели вы думаете, что спешка в отношениях, она обеспечит вам какое-то комфортное проживание с мужчиной и счастливый брак? Нет, ваша задача позволить себе выбирать мужчину. Вы выбираете мужчину, не мужчина выбирает вас. Да, мужчина тоже в какой-то степени совершает выбор, каким образом он останавливает свой взгляд на женщине и говорит, я хочу познакомиться вот с этой. Но последнее слово всегда за вами. Вы можете принимать ухаживание мужчины, а можете не принимать. Так вот, только лишь та мысль о том, что если мужчина ухаживает, вам придется с ним спать и ломает все в вашей жизни. Вы не должны спать с мужчиной, который за вами ухаживает. Вы это должны делать только тогда, когда вы захотите и почувствуете, что перед вами тот человек, с которым вы можете связать свою жизнь. Не торопитесь, потому что спешка всегда приводит к чему? К отсутствию выбора. Следующая ошибка, так это то, что женщина пытается доказать мужчине, что она действительно будет супер-женой. Как это выглядит? Вы превращаетесь в супер-любовницу, в супер-хозяйку, в супер-подругу, в человека, с которым можно комфортно проводить время, с человеком, с которым можно удовлетворять свои сексуальные потребности, в человека, с которым можно поговорить по душам. Но даже несмотря на все это, мужчина почему-то не спешит на вас жениться. Тогда вы естественным образом начинаете делать что? Вы превращаетесь в помощницу. В какую помощницу? Ведь у мужчины есть проблемы, из-за которых он не может на вас жениться. Он же уже сказал о них. Я не могу на тебе жениться, потому что у меня там кредит, нет жилья, нет работы, нет должности. И вы начинаете что? Вы начинаете пахать в отношениях над тем, чтобы облегчить мужчине жизнь. Естественным образом расслабляете его еще сильнее. Он понимает, что это получает, потому что он такой классный и замечательный. Не потому что вы таким образом намекаете ему, давай-ка быстрее женись на мне. Нет. Подобные действия мужчина воспринимает как благодарность. Как она меня благодарит за то, что я такой классный. Как она много начала работать. Как она много берет на себя кредитов для меня. Как она много платит по моим кредитам. Это, видимо, потому что я такой классный и крутой. Естественно, что происходит дальше? Вы, конечно же, видя, что мужчина даже при вашем активном участии в решении его проблем не двигается с места, начинаете обижаться. Это естественное состояние для женщины. Обижаться, когда вы чувствуете несправедливое отношение к себе. Что вы слышите от мужчины? О какой ты свадьбе говоришь, девочка моя? Ведь мы с тобой так ругаемся. Посмотри, какие у нас конфликты. Посмотри, какие у нас скандалы. Мы не можем найти общий язык. А потом у нас дети появятся. И что мы будем с этим делать? Просто мужчина не понимает, что ваша раздражительность – это, первое, результат действия вашей гормональной системы, вашей нервной системы. Это результат ваших отношений. То есть вы не можете чувствовать себя комфортно до тех пор, пока не узнаете конечного результата. То есть если бы вы знали, что у вас через месяц свадьба, через полгода свадьба, пошли подали заявление в ЗАГС, ваша психика была бы стабильна. А так как вы постоянно вкладываетесь в отношения, так как вы тратите те же энергоресурсы, которые и мужчина, вы чувствуете себя обманутой, нестабильной. Вы не видите будущего и перспективы. Это действительно заставляет вас нервничать, психовать и проявлять себя как самая настоящая истеричка. Что происходит дальше? Наступают такие моменты примирения. И у вас просыпается чувство вины. Может быть я действительно перегнула палку, а может быть действительно свадьба ничего не значит. А может быть действительно ему надо дать еще время. А вроде бы так же, вроде бы все хорошо. Не так, как я хочу, но и не совсем плохо. И вот это чувство вины что делает? Оно заставляет женщину повторить заново процесс, который она начала. Она вновь начинает доказывать, что она лучшая, она еще сильнее помогает мужчине, она еще больше обижается. Это замкнутый круг. То есть рано или поздно женщина оказывается у разбитого корыта с обнуленной самооценкой, уничтоженная с нестабильной психикой, с расстроенной репродуктивной системой, с сбоями в гормональной системе. Это все заканчивается и тем, что начинает работать психосоматика. Женщина болеет. Это и щитовидка, это и почки, и желудок, и опорно-двигательная система, и проблемы с женскими органами. То есть мы не можем предсказать с вами, куда и в какую точку будет бить психосоматическая реакция. Поэтому это еще одна ошибка, которую вы совершаете на пути к разрушению собственного я. И последняя ошибка, которую также можно приписать к вышеперечисленным, это отказ от своего жизненного пути. То есть вы просто отказались от себя. Вы забыли, кто вы, вы забыли, для чего вы живете, и что в вашей жизни является ценным и ценностью. Как это выглядит? Все очень просто. Вы понимаете и осознаете, что отношения безнадежны. Вы видите, что в отношениях вам уже, возможно, нет места. Вы понимаете, что мужчина будет вот таким всегда, и поменять его тоже нельзя. Но уйти от него не можете. Почему? Причина очень проста. Вы настолько обнулились в этих отношениях, что не знаете, кто вы. Вы не знаете, как вы будете дальше жить. Для кого жить? Для себя. Вы разучились жить для себя. Вы научились жить для кого-то, но этот кто-то очень неблагодарен вам за ваши чувства и за вашу любовь. Вот представьте себе ситуацию, что вас пригласили друзья в какую-то другую страну. Позвонили и сказали, поехали, собирайся. Куда поехали? Зачем поехали? Какие вещи с собой взять? На каком языке там говорят? Мне ласты брать трубку, либо шубы и какие-то валенки, чтобы я не замерзла. И вас пригласили в страну, где просто-напросто бросили. Вы, не зная языка, не зная, куда вам двигаться, без денег, несоответственно еще одеты. Просто не понимаете, как действовать дальше. В отношениях с мужчиной то же самое. Пойдем за мной. Пойдем. А куда мы идем? Я сам не знаю. Там посмотрим. Вот эта позиция мужчины, легкомысленного, безответственного, она в принципе объяснима. Но необъяснимо ваше поведение, зачем вы доверяетесь человеку, который сам не видит конечной точки в своей жизни. У него нет цели, он обесцелен. Это не ресурсный мужчина, и с ним находиться в отношениях очень опасно. Ну и конечно же, если ты хочешь развиваться, если ты хочешь быть женщиной со здоровой самооценкой, любить себя, принимать себя вот такой, какая ты есть, строить счастливые отношения с мужчиной, я приглашаю тебя перейти по ссылке под этим видео и пройти регистрацию на бесплатный онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Ты получишь массу полезной информации и станешь счастливой и наполненной женщиной. Всего тебе хорошего, люби себя, не совершай ошибок, которые тебя разрушают. Увидимся в следующем выпуске. С вами был Марк Бартон. Обнимаю вас и пока-пока.